Здравствуйте! Для сада цветочные культуры подбирают так, чтобы цветение длилось весь сезон, чтобы, когда одни цветы отцветали, зацветали другие, и так до самых заморозков. В этом видео я решила познакомить вас с самыми лучшими многолетними растениями, использовав которые, вы сможете добиться непрерывного цветения в вашем саду. Все эти растения я разделила на три группы. Многолетники, которые цветут весной. Многолетники, которые цветут весной и летом. Многолетники, которые цветут летом и осенью. Сегодня речь пойдет о первой и второй группе многолетников, о весенних цветах и о растениях, цветущих как весной, так и в начале лета. Я не только их покажу вам, но и расскажу, как каждая культура используется в садовом дизайне. Итак, самые популярные многолетние цветы, цветения которых приходится на весну. Крокусы. Крокус – это весенний цветок, который одним из первых появляется в наших садах. В средней полосе он обычно цветет с конца марта и до конца апреля, а если правильно подобрать его сорта, то до пяти-шести недель. Цветущие крокусы лучше всего смотрятся, если посадить их небольшими группами. Больше всего они подходят для клумбы перед домом. Можно их высаживать в ракарии и альпийской горке. Эффект на культуру смотрится и по краю бордюра вдоль дорожек на переднем плане миксбордеров. Тюльпаны. Тюльпаны настолько хороши, что как их не посади, они будут отличным украшением любого дачного участка. Нужно только знать главный секрет посадки тюльпанов. Их лучше всего высаживать группами от 7 до 15 штук одного сорта, причем, чем плотнее вы их посадите, тем лучше они будут смотреться. Самое оптимальное расстояние между луковицами должно быть всего 5-7 сантиметров. Мускари. Этот цветок также относится к одним из первых весенних цветов. Он появляется сразу после оттаивания снега. Культура обладает приятным стойким ароматом и яркой расцветкой. Растение морозостойкое и способно переносить морозы до минус 35 градусов. Мускари сажают на альпийских горках, в ракариях, используют их и в качестве бордюров. Из них создают живые цветущие ковры. Используются также мускари и для украшения композиции с камней. Мускари часто сажают вместе с нарциссами и тюльпанами, хорошим компаньоном для них будет и петуния, львиный зев, ранункулюс. Главное, о чем нужно не забывать, что цветок рекомендуется сажать только на переднем плане, иначе его можно и не увидеть. Нарцисс. Нарцисс – прекрасный и неприхотливый цветок для цветников. Многие его сорта растут на одном месте без пересадки до 7 лет. Они зимостойкие, ничем не болеют и хорошо способны вписываться в разные цветочные композиции. Чаще всего нарцисс высаживают в цветник группами по 6-8 луковиц. Хорошо они смотрятся в пейзажных композициях между гераньями, хостами, манжеткой и другими многолетниками. Причем его партнеры должны окружать нарциссы со всех сторон, с которых открывается вид на цветник. Поздней весной эти многолетники отрастают и почти закрывают желтеющую недекоративную листву луковичных. Барвинок. Сегодня барвинок садоводы любят благодаря их неприхотливости и способности барвинка к укоренению стеблей по всей длине с образованием плотного декоративного ковра, что является главной причиной привлекательности барвинка для украшения садового участка. В саду хорошо смотрятся все виды растения, которые в дизайне сада можно применять разными способами. В цветниках они отлично смотрятся рядом с луковичными растениями и злаками. Хорошие соседи для барвинков – папоротники, незабудки, виолы. Барвинки сажают вдоль садовых дорожек, края робаток. Высаживают их и на передний план миксбордеров. Барвинок – отличный почвопокровник, высаженный под плодовыми деревьями. Можно высаживать его и на альпийской горке, в каменистом саду. Барвинок пестролистный отлично смотрится и среди камней. Им можно заменить привычный газон. Дицентра. У этого многолетнего растения эффектный и не совсем обычный внешний вид. Уход за ним не составит особого труда, так как оно является нетребовательным и некапризным. Их рекомендуют сажать в групповых посадках. Партнерами для культуры могут быть хвойные низкорослые растения, папоротник, дороникум, аквилегия, хоста, астранция. Теперь познакомимся с многолетними растениями, которые эффектно украшают садовый участок как в весеннее, так и в летнее время. Наиболее распространены следующие многолетники. Алисум. Алисум – самый надежный многолетник для оформления каменистых участков, а также участков с отсыпкой почвы щепнем или каменистой крошкой. Алисумы используют для оформления альпинария, плоского ракария, им обрамляют посыпанные гравием дорожки. Алисумы отлично смотрятся как на фоне мелких камушек, так и на фоне средних и больших камней. А серебристая зелень культуры способна оттенить текстуру камней и валунов, выгодно подчеркнуть их характер контрастом с серебристой листвы. Алисумы очень часто применяются и при озеленении опорных стенок. В этом случае весь ансамбль смотрится более завершенным. Алисум хорошо смотрится и на низкой клумбе, в смешанной робатке. Алисум – культура самодостаточная, и она может сочетаться как с яркими, так и с недостаточно выразительными партнерами. Гиацинт Эту культуру выращивают только на солнечных и незатопляемых во время таяния снега участках. Рекомендуется их высаживать группами по 15-20 штук. И смешивать сорта можно только в том случае, если композиция состоит только из одних гиацинтов. Для смешанных цветников лучше всего для культуры в качестве партнера подходит примула, тюльпаны, нарциссы, мускари. Можно гиацинт сажать рядом с невысокими хвойными растениями либо ранецветущими кустарниками. Незабудка Незабудка – отличный вариант для украшения сада. Ее применение в садовом дизайне зависит от ее вида. Так, Незабудка болотная будет отличным украшением садового пруда, Незабудка садовая – клумбы, Незабудка альпийская станет украшением любого ракария. Лучшими партнерами для культуры будут тюльпаны, нарциссы, ландыши, хорошо она сочетается и с маргаритками, анютиными глазками. Отлично смотрится она и на фоне с папоротниками, в вазонах. Пион Цветение у отдельного куста пиона длится около двух недель, а сорта с боковыми бутонами – около трех. Но так как сорта пионов бывают раннего, среднераннего, среднего и позднего сроков цветения, можно цветение культуры продлить до полутора-двух месяцев. Пионы относятся к красиво цветущим растениям, поэтому они эффектно смотрятся и в одиночной посадке. И не имеет особого значения, какого цвета будет ваш пион, так как пион любого окраса сможет оттенить красоту изумрудного газона и создать контрастный элемент на любом уголке сада. Пионы также красиво смотрятся в цветниках, на клумбе. Из низкорослых кустов пиона можно создать бордюры, украсить ими дорожки. Примула Садоводы полюбили эту культуру не только за яркий окрас ее цветов, но и за неприхотливость и нетребовательность в уходе. Примулой можно украсить клумбы, ярусные цветники, бордюры. Часто ее высаживают и вдоль дорожек. Яркая и разноцветная, примула способна любой, даже маленький участок, превратить в сказочный сад. Примула хорошо соседствует и уживается почти со всеми садовыми культурами. Она прекрасно сочетается с злаками, декоративными травами, остильбой и хостой. Используя одну только примулу, любой садовод может создать настоящую живую картину. Фиалка трехцветная Фиалку трехцветную можно высаживать на клумбах, бордюрах, в рабатках. Яркие и красивые. Анютины глазки хорошо впишутся и в пейзажный цветник. Пылевым цветам культура добавит легкость и естественность. Фиалка пластична, поэтому из нее можно создавать оригинальные цветники, даже шедевры. Можно из трехцветной фиалки создать и мобильные клумбы, посадив культуру в вазоны. Фиалка является хорошим партнером для ранних луковичных культур. Гиацинтов, тюльпанов, нарциссов. Дельфиниум С участием дельфиниумов можно делать разнообразные садовые комбинации. Эффектно они выглядят и в группе из одних только дельфиниумов разных сортов и окрасок. Часто дельфиниум используется и в качестве растения заднего плана для миксбордеров. Хорошими партнерами для него являются розы, флоксы, лилии, георгины, рудбеки. Можно дельфиниум выращивать и рядом с высокими злаками, например, с хаканехла. Молочай многолетний Красочный и неприхотливый молочай отлично подходит для украшения солнечного участка сада с бедным грунтом. Молочай используют в миксбордерах, группах, их высаживают как вместе с кустарниками, так и используют в качестве бордюрных растений. Молочай огненный и молочай средиземноморский, у которых несколько приглушенные краски, отлично дополнят природные цветники, а молочай головчатый и молочай мертолистный, у которых довольно низкая высота, отлично смотрится в ракариях. Для окаймления береговой линии водоемов и прудов, а также для влажных участков, выбирают молочай болотный. Живучка ползучая Живучка ползучая – универсальное растение для заполнения больших пространств. Живучка растет с любыми культурами, так как мощные и крупные растения живучка обогнет, а мелкие растения она может просто задушить, что следует учитывать при посадке различных растений рядом с живучкой. Живучки – отличное растение для посадки рядом с крупными луковичными, которые легко пробьют живучку. Польза от этого двойная. Сначала наступает цветение у живучки, а потом цветут луковичные. Когда последние отцветают, ничего делать не нужно, так как сухие листья луковичных прикроет живучка. Не будет и островков пустой земли. Но есть два сорта, которые не вписываются в то, о чем я только что рассказала. Это сорт Arctic Fox и сорт Metallica Crispa. Эти два сорта растут очень медленно и больше всего подходят для выращивания в альпинариях. Редактор субтитров А.Семкин